не страшно вот как я с ней поговорил знаете есть в интернет даже такие там это вот обсуждение меня там блогах и там говорит он наглую оскорблял женщин и не там так вот высказаны такие я читаю это иногда в смирении вот вы сейчас и должны помогать вот вы вот все помогать ему сейчас нужна ваша помощь у него переформироваться тонкое тело для того чтобы дальше идти по жизни психическое тело переформироваться и сейчас вот самое время молиться на лица на ли мне когда отец ушел я даже в этот день я даже ночью спал и молиться и средне такого не было жизни я сплю и молюсь параллельно во сне молитва думать о боге славить его и перестать страдать найти в себе силы так погрузиться в бога чтобы не страдать и как только вы это сделаете ему сразу станет легче когда вы страдаете они ему тоже тяжелее это вам так кажется что корыстно на самом деле когда что думает о боге радуется богу он в это время правильной корыстью живет есть неправильная корысть есть правильная корысть это когда ты испытываешь счастье от бога и это счастье распространяется всем твоим близким друзьям и так человек должен жить некоторые люди думают что он должен страдать на благо всех остальных когда человек страдает все родственники тоже страдают ваша психика настроен неправильно думать о боге испытывать часть от отношений с и отдавать это своему отцу как только вы так будете делать ему станет сразу же лучше даже я вот говорю об этом у вас сердце по поводу отца становится спокойнее я вот сейчас говорю вам так и у вас сердце по поводу него становится спокойно потому что ему становится лучше даже от моих слов настраивающих вас на правильный путь поэтому надо думать о боге славить его и отцу сразу будет становится лучше не просто лучше он еще в рай пойдет потому что когда человек радостно думает о боге и отдает близким людям близки всегда получают только от этого одном счастье и больше ничего человек не создан для страданий для печали он создан для служения богу счастье прославление и чистоты то есть человек не создан для того чтобы страдать плакать мучиться он не до этого не создан но человек может плакать в разлуке по богу это нормально эти слезы любви они тоже очищают сердце работе когда человек начинает плакать скурить ныть то он портит всем жизнь себе портит жизнь и близким тоже только с помощью радости и любви мы можем побеждать судьбу но радость когда ухо ушел отец она имеет другую природу это радость чистоты бога радость видение его хороших качеств радость его святость не радость самонаслаждение вот допустим отец ушел хорошо эта радость не поможет а вот радость радость видение чистоты господа это другой вид радости он не вызывает ощущение что ты нарушаешь траур и с другой стороны облегчает жизнь всем здесь два вида радости один вид радости это радоваться святости господа это глубокая такая созерцательная радость а есть вид радости это наслаждаться жизнью вот наслаждаться жизнью сейчас время траур нельзя а вот радоваться господу надо обязательно иначе папе не будет хватать сил и нужно сейчас силы для того чтобы жить а это силы идут от радости нет печали мне вчера анекдот рассказали такой грузина как бы жена умерла он такой сидит совсем один совсем один совсем один это не по этой теме я просто говорю о том что ну это неправильно и так и так понимаете то есть неправильно отказываться неправильно погружаться в страдания по поводу близкого человека который ушел из жизни неправильно как бы радоваться что есть новые какие-то возможности понимаете и то и другое грех то есть нужно отдавать свои силы близкому человеку но при этом радоваться господу и вот это вместе является отсутствием греха вот допустим женщина провожает мужа в армию она не должна радоваться и не должна печалиться она должна быть счастливой в отношении с богом маруся от счастья слезы и льет как гусли душа и и как гусли то есть она в отношении с богом душа и и поет как-кап-кап из ясных глаз маруси капают слезы на копье ну то есть она как бы провожает но она при этом сильная она не сдается понимаете эта сила женская она такая такая благословляющая сила имеет вот женская сила чистоты и радости богу являются признаком силы человеческой это есть это назад за сила называется верность верность это сила спасающая мужчину то есть это как глоток воды в пустыне понимаете когда мужчине очень плохо когда жена верно означает радуется богу не означает печаль убивает все вот допустим солдат уходит на войну мама плачет а значит она его проклинает она убивает его своими слезами что она платит плачет она и не забирали последние силы судьбы ну то есть она думает о себе в это время она хочет наслаждаться сыном а он уходит и наплачет но если она не плачет говорит у тебя все будет хорошо ты победишь ты сможешь и потом начинает молиться 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 это значит что она правильная мать правильное настроение женщины это настроение духовной радости а не печали понятно духовной радости это признак силы женской благословляющей несущей удачу сейчас особенно в это время когда на землю навалилась вот эта тьма женщины должны радоваться богу учиться для того чтобы благословляйте свою мать эту планету которой мы живем благословлять чтобы она очистилась от этой напасти которая навалилась на нашу планету таким образом ему а мужчинам надо сохранять спокойствие женщин надо святость сохранять мужчину спокойствие